Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня продолжаем тему экзотических фруктов. И перед вами дыня. Вы подумаете, нет, не дыня, друзья. Это пепино, вечно зеленое кустарниковое растение. Итак, его еще называют дынним деревом или дынной грушей. Она похожа. И вот, если посмотрите разрезы, это дыня. А сейчас я вам покажу, друзья, вот как они выглядят. Вот таким вот образом они выглядят. Они похожи продолговатые, как на грушу. Так что смотрим на эту дынную грушу или дынные... Ну, в общем, что-то с дыней. Но она совершенно на вкус не дыня. Итак, по порядку. Значит, это полезные свойства, польза и вред. И применение в народной медицине. Значит, и немного истории. Итак. Пепино. Это на самом деле плоды. И он фрукт пепино, потому что он на дерево. А так это... Его еще называют ягоды. Ягода ароматно-кисло-сладкая. Она кисло-сладкая, не как дыня. Она очень хорошо утоляет жажду, так как она растет в Южной Америке. То есть в странах, значит, теплых странах родины его. А Южная Америка сейчас ее культивируют в другие страны, тоже субтропическим климатом. И сейчас ее можно выращивать даже в теплицах. Вот так, друзья, культивируют. И выращивают в теплицах. Так что это экзотический фрукт, друзья. Мы несколько блогов подряд проводим. Значит, я даю информацию, донашу до вас информацию. А экзотический фрукт, так как очень много сейчас посещают страны, вот эти субтропические. И об этих фруктах вообще практически не знают, как употреблять. И вообще, для чего они. И какая огромная польза в этих фруктах, друзья. Вы даже не представляете, что и кожура тоже полезна. Так что я говорю про тип, значит, плод нежный. Ну, как и дыня нежная. И он не переносит транспортировку. Поэтому в наших странах вы можете встретить, да, но не дозретую. И вот эта кожура, она у них там порошок делается. Поэтому через интернет можно заказать ее в виде порошка. Ну, сейчас попозже расскажу, для чего этот порошок, для каких болезней и так далее. Профилактика каких болезней. Так, и так по порядку описание. Значит, там уже столько у них разновидностей сортов, много тоже. Значит, описание химический состав. Высота куста достигает небольшой кустик такой. Небольшой кустик. И, значит, цвет, вы видите, имеет вот фиолетовый такой оттенок. Вот, посмотрите, вот здесь вот он больше, он видит фиолетовый оттенок. Поэтому разновидность вы можете разную увидеть, если там будете. Там, потому что сейчас, сейчас селекционеры уже несколько сортов вывели. Значит, химический состав в этой, будем так ее называть, пепино ее зовут. На самом деле фрукт пепино. И дынная дыня, дынная груша и так далее. Значит, в ней много изобилия аскорбиновой кислоты. То есть оно соперничает с цитрусовым. Присутствуют также такие витамины группы В, сахара, каротин, потому что вот такое желтого цвета, железо и йод, друзья. Медь, калий, дубильные вещества. Йод, это немаловажно. Полезные свойства. Значит, пепино, он таким обладает химическим составом и оказывает на организм человека потрясающий, друзья, эффект. Улучшает деятельность кишечника, помогает в заживлении ран, способствует введению организма в тяжелых металлов. Это немаловажно. Позитивно влияет на кровообращение, улучшает свертанность крови, способствует укреплению мышц и костной ткани, оказывает положительное действие на работу сердца и уменьшает вероятность развития атеросклероза, инфаркта и стенокардия. Так что, друзья, пожалуйста, употребляйте этот фрукт, когда будете там. Стимулирует работу щитовидной железы, так как там находится йод. Повышает общий тонус организма, улучшает состояние кожного покрова волос, ногтей. Вот косметология болезнен. Рекомендует для нормализации деятельности почек и печени, друзья. Улучшает функционирование нервной системы, снимает ощущение усталости, раздражительности и уменьшает и улучшает сон. Полезен даже при диабете, потому что он кисло-сладкий продукт, обладает противораком и качеством. Вот я сейчас остановлюсь. Сколько я говорила во всех блогах, практически все, в прошлом уроке говорила о корне, практически все экзотические фрукты обладают противораком и качеством. То есть для профилактики рака он просто незаменимый продукт. Фрукт, то есть, извините. Способствует понижению даже артериоранного давления. Далее. Применение в народной медицине. Также он выводит токсины, улучшает это кровообращение, укрепляет клетки, помогает ему усваиваться плоды. Значит, жители, применение в народной медицине, жители Южной Америки широко используют пепино для лечения и профилактики различных недоходов. Поэтому вот этот фрукт, пепино, очень полезен для профилактики этих растений. И те люди, которые там живут, и которые приезжают, наслаждайтесь, но не забывайте, знайте меру. И прежде чем начинать, нужно с маленьких доз посмотреть на реакцию вашего организма. Плоды полезно употребляйте при сердечно-сосудистых заболеваниях, при запорах, при ревматизме, экземе, сахарном диапете, остеопорозе, щитовидной железе, разного рода дерматитах и для снижения веса, друзья. Отвары применяются при отхаркивании, противовоспалительных средствах, при простудах. Это попозже я вам скажу. Отвары делаются из кожуры. При высушивании кожуры ягоды делают порошок. Вот я вам рассказываю. При высушивании кожуры делают порошок, который отлично помогает при лечении язву, порезов. Это вот это сыпать. Ран. Противопоказания. Друзья, тут практически противопоказаний совсем мало. Это индивидуальная непереносимость, естественно, это экзотического продукта, который называется, фруктов, который называется пепино. И аллергическая реакция. И еще, друзья, вот этот вот самый такой, желчнокаменная болезнь. У кого, значит, камни в почках, ой, извините, в камне в желчном пузыре, то осторожно применять надо. И с осторожностью употреблять этот фрукт, ну, естественно, людям, кто беременны, кормящим женщинам. Ну, в любом случае, вы должны помнить, что все хорошо в меру. Постоянно нужно следить за... Так что, если вы слишком усердно употреблите этот плод, и может вызвать такую реакцию кожной сыпи, как я уже сказала, поэтому вы, если резко вы это возьмете там целую, целый фрукт скушаете, то, естественно, высыпется вот эта лорическая реакция. Так что, друзья, я вас ознакомила с таким вот фруктом, который называется пепино. вы там можете услышать какие-то другие народные названия, дыня, дыня или дыня груши. Поэтому, чтобы вы были в курсе, вот как кушать. Кушать обыкновенно, вот как дыню, так скажем. Видите, она разрезает, разрезаете и кушаете. Ну, естественно, как она, как и льдыня, она тоже, вот она быстро портится, поэтому съедать ее не надо оставлять на завтрашний день и так далее, еще на послезавтрашний ни в коем случае. Можете получить реакцию обратную для своего организма. Итак, сегодня я с вами вас ознакомила с экзотическим фруктом, который называется пепино, друзья. Поэтому наслаждайтесь дарами природы, где бы вы ни были, это дары природы, созданы для нашего здоровья, для нашего организма, чтобы мы его укрепляли и кушали. Дары природы. Здоровья, здоровья, берегите себя. Никто вам не поможет, как вы сами, правильным питанием, здоровым питанием. Здоровья, здоровья, друзья, и еще раз здоровья, берегите себя. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова